ИСЖ. Социальная поддержка работников и безопасный труд вышли на первый план, оставив позади экологию. Последние месяцы по известным причинам ИСЖ повестка в России уступила информационное первенство другим, казалось бы, более актуальным для экономики вопросам. Поставка импортного сырья и материалов из-за рубежа, взаиморасчеты с поставщиками, импортозамещение и импортонезависимость. Однако, в 2022 году компании продолжили внедрять ИСЖ-принципы в свои бизнес-процессы, но теперь вместо экологии делая упор на социальную поддержку и управление. Напомню, ИСЖ или принципы устойчивого развития – это стратегии работы бизнеса по трем направлениям. И – экологическое, социальное и G – корпоративное управление. За последний год кредитные организации полностью сместили акцент при оценке потенциальных заемщиков. Так, при опросе самым популярным у банков для развития в текущих условиях стал блок G. Его выделили 43% респондентов. Блок S набрал 34%, а блок E – 23%. Если ранее основной акцент был сделан на блок окружающей среды, то в условиях длительного периода повышенной неопределенности и экономических рисков акцент сместился в пользу блоков G и S. Мотивация и улучшение условий труда персонала, в том числе с целью предотвращения их оттока за границу, а также использование лучших практик управления бизнесом, вышли на первый план в условиях структурной перестройки экономики. Если критерии окружающей среды, а это использование пестицидов, выбросы парниковых газов и т.д. оценивают не все банки, то оценка социальных рисков и рисков управления внедрена в политики кредитных организаций. К оценке социальных рисков можно отнести соблюдение трудовых норм законодательства, надлежащую оплату и безопасность деятельности персонала, наличие систем примирования и индексации заработных план сотрудников, медицинских страховок, соблюдение прав потребителей. Критерии устойчивого развития ИСЖ остаются наиболее актуальными ориентирами для развития и оценки бизнеса, в том числе и российского в текущем и, очевидно, в следующем, 23-м годах. Кисть-чемпионат Биатон проходит в рамках молодежной программы выставки и форума безопасности охраны труда БИОТ-2022. Кисть-чемпионат Биатон – это лучший шанс для студентов представить на суд профессионального сообщества свои идеи, разработки и решения, продемонстрировать таланты, проложить дорогу к началу успешной карьеры. Для компаний и работодателей Биатон представляет отличную возможность отобрать для будущего сотрудничества самую перспективную и амбициозную молодежь, привлечь в команду лучшие мозги, сформировать качественный кадровый резерв. Биатон погружает студентов в проектную деятельность и дает их смелым идеям шанс на воплощение в реальность. Командам-участникам предстоит решить задачи, актуальные в современных условиях работы на нашем рынке. Разработка СИЗ, маркетинг, разработка сайтов, дизайн. За чемпионатом пристально наблюдают представители нашего бизнеса, заинтересованные в перспективных кадрах, а также представители ведущих СМИ. Например, в 2021 году в КИЗ-чемпионате приняло участие более 200 человек, а в финал вышли 11 команд, состоящих из 52 участников. Организатором КИЗ-чемпионата выступает Ассоциация разработчиков-изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты совместно с Российским государственным университетом имени Косыгина. При неизменной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерстве труда и социальной защиты РФ. Подать заявку на участие можно по ссылке в описании этого ролика. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех последних событий в сфере охраны труда и устойчивого развития на рынке средств индивидуальной защиты. Труд, защита, безопасность. Декабрь. Москва. Биот. Субтитры создавал DimaTorzok